МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отрасли здравоохранения одна из самых важных и самых критикуемых. Россия неспокон веков уверены, что лучше врачи знают, как надо оказывать медицинскую помощь. Даже самые предвзято настроенные жители республики не могут не замечать позитивных изменений, произошедших в отрасли в последние годы. Положительных результатов нам удалось добиться благодаря внедрению современных медицинских технологий в сочетании с тотальной диспансеризацией, а также целенаправленной работе по поддержке семьи и детей. Важную роль сыграла и эффективная пропаганда спортивного образа жизни и здорового питания. Один из самых жестких, но убедительных показателей – смертность. Спасти человека в экстренной ситуации, продлить его жизнь при хроническом заболевании – главное, что может сделать врач для пациента. За последние пять лет удалось снизить смертность от новообразований на 6,5%. Это при том, что онкологических заболеваний выявляется с каждым годом все больше, в основном благодаря диагностике, которая перешла на качественно новый уровень. Возросла и продолжительность жизни пациентов. 56% больных живут 5 и более лет после проведенного лечения. За последние пять лет в Республике удалось полностью выстроить многоуровневую и высокоэффективную систему указания помощи людям с инсультами, инфарктами, гипертонией и пороками сердца. Первичное звено – кардиологи в поликлиниках. Далее четыре межтерриториальных медицинских центра и Аллатрская центральная райбольница. Затем Республиканский сосудистый центр. В них оказывается экстренная помощь. Плановое лечение и оперативное вмешательство проводят в кардиологическом диспансере. В последние годы здесь освоили ряд технологий, о которых прежде и не мечтали. Буквально в прошлом году впервые были прооперированы дети с врожденными пороками сердца. Причем вмешательство проводилось без вскрытия грудной клетки с помощью зондов. Очень здесь мне понравилась вся команда. Очень хорошие специалисты. Именно анестезиологи очень мне понравились. И наши коллеги, коллеги эндоваскулярной хирургии. У них опыт есть большой, но с детями как бы еще не работали. Поэтому сначала я пришел как бы помочь. Но без проблем они будут делать сами дальше. Получить квоту на оказание высокотехнологичной медицинской помощи также стало значительно проще. Если раньше приходилось дожидаться направления годами, либо что скрывать, подключать связи, то сейчас сами врачи выступают инициаторами. После второго инфаркта, конечно, уже больница, вот эта строительная больница, начали меня готовить к операции. Помимо, значит, того, что реабилитационный центр у нас сердечно-сосудистой хирургии, и плюс здесь, здесь, конечно, очень многое внесли в это дело. Беспокоились всевозможные анализы, прочее, прочее. Потому что анализы нужны были в ПЕЗу только свежие. Там один день просрочки вернут назад. В общем, к этому делу отнеслись очень даже серьезно. Сегодня квоты на лечение в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования для жителей Чуваше отсутствуют. За последние пять лет прооперированы все местные пациенты, кто до этого годами ждал помощи. Очереди, как таковой, просто не существует. Время ожидания планового лечения не более полугода. Европейский стандарт. Не от ложных случаях перелом позвоночника или шейки бедра, например, оперируют сразу. Я полгода стояла у себя в Казани, но только что услышала, что Чебоксара делает такую же операцию, бегом, бегом собралась и поехала сюда. Но мне не отказали. Не отказали, поставили мне на участь. Я буквально три месяца стояла. Я искала в интернете центры, те, которые занимаются именно лечением сколиоза. И об этом центре были самые лучшие отзывы. Общалась в форумах с людьми, хвалились все. И вот таким образом узнала. Ну а потом в будущем, когда уже оформила документы, мне и в Минздраве нашего Ставропольского края посоветовали именно этот центр, как один из лучших. Особенно заметны изменения, произошедшие в последние пять лет в офтизиатрии. Смертность от туберкулеза за это время снизилась почти на 20%. А хват профилактическими осмотрами, наоборот, увеличился до 72%. Дорогостоящее лечение, а на курс требуется от 6 до 600 тысяч рублей, для пациентов совершенно бесплатное. Изменения коснулись не только учреждений федерального и республиканского уровней, но и городских районных больниц и поликлиник всего первичного звена. Отремонтированы практически все здания медицинских учреждений. Закуплено новое современное оборудование. Многие врачи прошли специальное обучение, чтобы работать на нем, и повысили квалификацию. Обрадовались пациенты и электронной регистратуре. Можно записаться на прием без проблем, попасть к врачу к любому, к любому узкому специалисту, и к терапевту, к участковому. Одним словом, никаких сейчас проблем не стало. Это очень стало все легко, просто, доступно и современно, я считаю. Сначала, конечно, были трудности, но дети помогали. А сейчас это все делается самостоятельно, и все оказалось очень легко и просто. С 2012 года началась программа реконструкции старых фельдшерско-акушерских пунктов и строительства новых. Всего к 2016 году в Чувашии появится 100 фапов, и сельские жители очень этому рады. Очень рады, очень, очень. Мы все, мы всей деревней радуемся сейчас. Раньше у нас было старое здание, там, конечно, удобства были не очень-то, а вот это вот здание нам со всеми удобствами очень нравится. Надеемся, что и обслуживание будет очень хорошее. Не только фапы, но и центральные районы и больницы испытывали острый дефицит кадров. Сегодня, благодаря программе «Зимский доктор» работать на село, отправились 239 молодых специалистов. Несколько лет назад, когда в некоторых районах республики закрыли родильные дома, люди переполошились. Как же так? Ведь ребенок сам выбирает время появления на свет. Могут и не довести маму до соседней больницы. Сегодня всем стало понятно, действующая система родовспоможения эффективна и безотказна. Благодаря неонотологическому скринингу, который проходят все без исключения будущие мамы, врачи заранее знают, каких осложнений можно ожидать, и готовятся. При малейшей угрозе для здоровья женщины или малыша подключаются специалисты городского и республиканского перинатальных центров. В достижении последних лет в Чувашии научились выхаживать недоношенных малышей даже с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Сегодня показатель младенческой смертности у нас один из самых низких в России – 4,6 промилле против 6,7 в 2009 году. Но дело даже не в цифрах. Каждый из таких случаев по-своему уникален. И за каждым – семья, которой подарили счастье. Кстати, рождаемость в Чувашии вообще увеличилась и впервые за последние 20 с лишним лет превысила смертность. Демографический рост – не спонтанное явление, а закономерный результат социальной политики. В семье все чаще появляются не только вторые, но и третьи дети. Для их поддержки выплачиваются два материнских капитала из федерального и республиканского бюджетов. Сегодня многодетных семей в Чувашии более 10 тысяч. К социальным завоеваниям последних лет нужно отнести и доступность медицинской помощи для маломобильных пациентов. Увеличилось количество выездных бригад врачей-специалистов, которые осматривают ветеранов на дому. Выросло и количество самих ветеранов. С 2012 года звание ветеран труда стали получать не только люди, имеющие государственные награды, но и соответствующий трудовой стаж в общей сложности 26 тысяч человек. А в конце прошлого года глава Чувашии подписала указ о снижении возрастной планки для получения звания ветеран труда. Заслуженную граду и все причитающиеся льготы будут получать еще 10 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова